Я предоставляю эту сцену Дмитрию, это исследование придумал он, в сентябре прошлого года пришел, постучался, мы начали его генерить, обсуждать, как-то картинка, очень интересно, в общем, это сразу заинтересовало, оно где-то в концепцию проекта сформировалось примерно в ноябре, и вот мы уже 6 месяцев, да? В общем, результаты работы нашей общественной лаборатории можно ли словом изменить здоровье, а в нашей повестке в качестве вводной, вот если получится вот эту, ну, как переедающих вернуть к нормальному образу жизни, не 3,5 тысячи килокалорий есть, а калорий, а 2,5, ну, как бы не переедать, это в этом, вот в этом решении, в этом инструменте лежит 25% необходимого дополнительного продовольствия, дополнительной еды, то есть мы на самом деле, делая полезное себе, мы еще и делаем полезное для планеты. Спасибо всем, кто досидел, день сложный, я сам еще до сих пор под впечатлением от предыдущей презентации, все вот эти детские стихотворения в голове, у меня зазвонил телефон, кто говорит, слон, и вот я представляю, как Ринальда целый день обрабатывает звонки от всех своих животных. Действительно, в сентябре с Сергеем Ивановым стали говорить о здоровье населения, стало казаться нам, что стоит что-то сделать, какой-то проект про здоровье, мы понимаем, как университет образовательной медицины, что у нас есть образовательные технологии, и мы можем людям рассказывать, как заботиться о здоровье, есть какая-то аудитория, есть спрос на это, и самое главное, в прошлом году уже начало казаться, что людям нужны люди для здоровья, то есть не только правильное количество калорий, правильное количество нутриентов, но и социальная составляющая тоже важна, ну вот все, кто ходит на очные мероприятия, мне кажется, вполне понимают, что это и есть часть нашего социального общения, то есть не только гусь со свиньей, но и нам тоже нужно периодически встречаться. И в целом, точно так же, как сегодня у нас такой исследовательский проект, точно так же мы с Сергеем запустили и проект такой более масштабный, по крайней мере, по времени, и назвали его лабораторией, потому что очень открыто относились к самому процессу эксперимента. Давай попробуем и посмотрим, что будет. Назвали эту лабораторию «Будущее здоровье», потому что важен форсайт, важно понимать, что будет с людьми. И хороший был вопрос у нас такой, ну как бы бизнес производит что-то полезное, что-то классное, что-то здоровое, но нужно же еще, с другой стороны, убедить покупателя пользоваться этими продуктами. Ну и современный человек, он находится в огромном потоке маркетинга. Что ему купить, рассказывают со всех сторон. Получится ли у нас, вот наш открытый эксперимент был в том, получится ли у нас повлиять на людей какими-то рассказами, связанными со здоровьем, и можем ли мы эти результаты измерить. Собственно, вопрос наш был такой, возможно ли улучшить здоровье просто при помощи информации. Мы не первые задавались этим вопросом. В мире есть примеры того, что так работает, и примеры есть чудесные. Мне нравится один, что детям в школе рассказывали про здоровье, про здоровое питание, а потом мерили, насколько похудели американские родители у этих детей, но и видно, что история работает. Самая известная технология по такому информационному воздействию для групп пациентов диабетиков, то есть когда человек, вновь прибывший в диабет, его действительно обучают жизнь со своим заболеванием, и он лучше справляется со своим уровнем сахара, со своим весом, со своим сном и так далее, и так далее. Но мы больных людей, людей с заболеваниями трогать не можем, мы не медики, Сергей, мы решили обратиться к здоровым людям в зоне риска и тоже посмотрели на статистику. Некоторые цифры, я буду отмечать, они нам чуть-чуть попозже пригодятся. По данным Росстата, и эти данные воспроизводятся более-менее везде в мире, для людей, для 85% людей здоровье стоит на первом месте, соревнуется только с семьей. Ну и это действительно так, для кого из вас здоровье важная ценность, ну вижу, все поднимают руки, у кого они к концу дня еще пока поднимаются. При этом большинство людей, они понимают, что здоровье зависит от них самих, они согласны с этим утверждением, да, это им надо что-то делать, чтобы у них было здоровье, они переносят ответственность на врачей. При этом, когда серией вопросов Росстат пытается выяснить, а делают ли что-то эти люди для здоровья, выясняется, что 85% знают, что это важно, но делают всего лишь треть из них, да, то есть всего 25% что-то делает на регулярной основе для своего здоровья, и это то, где мы живем. Много этому может быть разных объяснений. Во-первых, ну более-менее я сегодня здоров, и, наверное, завтра буду здоров, зачем время тратить, лучше я его потрачу на что-то другое. Не всегда сразу же ощутимые результаты по этому здоровью. И, может быть, я даже не знаю, что делать, да, вот такой вопрос. Давайте вот эту цифру 25% запомним и посмотрим, увеличится ли она в нашем исследовании. В России со здоровьем есть проблемы. Самая, наверное, такая мощная цифра, которую можно обсуждать, когда мы говорим о теме здоровья, это продолжительность здоровой жизни, то есть не общая продолжительность жизни, а продолжительность здоровой жизни, то есть сколько в среднем человек проводит до того, как у него появится как диагноз первое хроническое заболевание. В 2020 году самое большое снижение было 58 лет, 11 месяцев. По некоторым оценкам, да, это сложно оценить параметр, сложно оценить как параметр. По некоторым оценкам в России 46 лет продолжительность здоровой жизни. В принципе, в некоторых странах продолжительность здоровой жизни, она выше, чем у нас средняя продолжительность жизни, например, у мужчин. Ну, и это важный экономический показатель, он связанный с едой, и сколько денег будем тратить на людей. Вроде бы мотивация понятна, да, улучшать здоровье понятна для чего. Какую взять проблему? Мы взяли проблему номер один в России. Это проблема сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно один миллион человек умирает в год от болезни системы, кроме кровообращения. Если человек в возрасте до 75 лет, то, скорее всего, эту смерть можно было предотвратить, начав вовремя заниматься изменением образа жизни, питанием и так далее, и так далее. Более того, когда человек попадает в зону лечения, лучше ему не становится. И известная статистика тоже по всему миру, что до 55% пациентов с хроническими заболеваниями не умеют выполнять, не выполняют рекомендации. Опять же, нет мотивации, не хотят и так далее, до конца неизвестно. А тоже, чтобы выразить в цифрах, чтобы появилось какое-то понимание денег, вот мне попалась цифра проблеми инсульта в России. Это примерно 500 миллиардов рублей. Если мы смотрим на Эвко, сравнимо с оборотом Эвко, сравнимо с оборотом всей хлебобулочной, хлебопекарной промышленности. То есть это действительно очень большие деньги. Часть из них тратится на лечение. Часть этих затрат будет связана с тем, что происходит инвалидизация во время инсульта. Примерно полмиллиона человек у нас в стране, полмиллиона человек, у них происходит инсульт. И достаточно высокая смертность в первый год. Тоже связано с системами кровообращения. Что мы решили, как мы решили померить, что мы решили исследовать? Мы решили взять 100 человек в разных местах России и этим людям в течение 12 недель рассказывать про здоровье, встречаться очно, немножечко сопровождать в чате, рассказывать что-то в канале, записывать видео. То есть использовать совершенно современный формат коммуникации. В начале и в конце, о чем мы попросили этих людей, сходить и сдать анализы. Попросили их потратить свои деньги. Здесь есть небольшая проблема с частотой популяции, потому что люди тратят свои деньги. Может быть, они в конце не захотят потратить эти деньги. Тоже об этом думали. Может быть, эти люди не будут среднестатистическими россиянами в этом смысле. Они решили взять несколько городов России и создать для этих людей несколько вариантов траектории. Общая, когда они просто слушают информацию. И индивидуально они встречаются четыре раза, один на один, с человеком, который их проконсультирует, про образ жизни и питания. Никаких добавок этим людям мы не рекомендовали, не советовали, не давали в руки и так далее. То есть просто давали информацию. А дальше они, то, что называется, питались всем, чем угодно, применяли препараты адлибитум. Но в целом, в свободном режиме, примерно так же они применяли препараты, как и до начала исследования. О чем мы с ними говорили? Очень простые темы. То, что называется сейчас интегративный или холистический подход к здоровью. Мы поговорили про питание, про их образ жизни, про режим дня, про стресс и стресс-менеджмент, как обычно это делается, про то, как можно детоксифицироваться, про то, какие бывают пищевые интервенции, как микробиом работает и как работает их память, связь кишечник-мозг и так далее, настроение. То есть какая-то такая базовая информация, которому каждому человеку хорошо бы знать еще где-то в детском саду, в школе, ну там как минимум в институте, чтобы уметь обращаться со своим телом. Информация вся достаточно актуальная. Ну и всегда каждая тема, это примерно 30-минутная лекция, в конце лекции мы давали чек-лист, а что вы можете попробовать сделать со своим здоровьем. Кто-то делал, кто-то не делал. Объективные результаты смотрели по анализам. Холестерин, ну хорошая история для того, чтобы мерить сердечно-сосудистые риски. Работали они, обсуждали. Это все в небольших группах, по 5-6 человек. Да, это одна из современных технологий образования. Где-то 3-4 года назад про нее стали активно говорить, что мини-группы, когда люди общаются в мини-группах, самый лучший вариант у них, самый лучший образовательный результат получается. Поэтому мы людей этих набирали без ограничения, объединяли в группы. Они как-то там общались. Я не все группы даже знаю, видел, что там происходило. Вижу результат. Сразу классно, и чем хочется похвастаться, что мы никому в этом исследовании не платили деньги за работу, кроме сотрудников компании Эвка и нашего университета, которые и так выполняли свою работу. Мы пригласили специалистов в области питания организовать группу в своем родном городе, в России и так далее. Офлайн у нас собрались города Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов, Москва, Бишкек, Краснодар, Омск, Томск, Новосибирск и Воронеж еще. Здесь нет на этой карте. То есть это люди, которые раз в две недели организовали место, куда они приходили, встречались с другими людьми, либо слушали лекцию онлайн, либо читали ее, говорили на какую-то тему. В Москве у нас встреча была привязана к завтраку. В 8 часов утра, кстати, каждый четверг мы встречались, уже какое-то такое стремление к здоровью в Москве приехать куда-то к 8 утра. Ну, нечасто люди так делают. И часть еще людей работали онлайн. Кстати, мне кажется, тут не все города. Нету Петропавловска, Камчатского. Там вообще суперинтересная была история. Я созваниваюсь с нутрициологом из Петропавловска, спрашиваю у нее, ну, как вообще там у вас в Петропавловске, много нутрициологов, тебе кто-то может помочь. Она говорит, я одна нутрициолог в Петропавловске. Я говорю, хорошо. Я говорю, есть место, где встречаться, лучше всего выбрать какое-то кафе здорового питания. Она говорит, ну, тогда это очень просто, потому что у нас в Петропавловске одно кафе здорового питания. То есть география страны разная. И то, что нам кажется, или то, что нам, может быть, даже привычно в Москве про здоровье, здоровое питание, по-разному воспринимается в стране. Я лично ездил в Кемерово тоже по работе, встречался с ребятами. Ну, мы все понимаем, что во всей у нас России разные пищевые привычки и так далее. И классно, что мы работали здесь все вместе. Там, если я чуть-чуть попозже вам покажу QR-код с каналом нашего сообщества, куда любой человек может зайти. И очень здорово было наблюдать. И это классная была обратная связь от обычных людей, которые узнали про проект, начали ходить на завтраки, что-то узнавать. Им просто нравилось встречаться. И самое интересное, что таким образом вдруг мы создали сообщество, такое сетевое сообщество из маленьких подсообществ, то есть такое племя из маленьких подплемен, по всей стране, и люди, и у людей появилось, мне кажется, вообще одно из достижений нашего проекта, и у людей появилось безопасное пространство, чтобы говорить о здоровье. И на самом деле выясняется, что у нас не так много таких пространств, где мы говорим о здоровье. Ну, как больница, поликлиника, вообще небезопасное пространство для такого разговора. Мы говорим о детях, о собаках, о политике, о спорте, но о здоровье говорим мало. А здесь специально было время и место, и люди, с которыми можно было об этом поговорить. Мы назвали это лабораторией. И, в принципе, любые идеи, что можно поделать в рамках такой лаборатории, эксперименты, принимались за счет, если это касалось какого-то исследования про будущее. Мы сделали шесть точных встреч в десяти городах, то есть 60 мини-собраний. Четыре больших встречи провели в Москве. На эти встречи приглашали специалистов из индустрии здоровья, производства питания, говорили на разные темы. Это все осталось в 33 материала в подборке нашей лаборатории на YouTube-канале «Эвка». Если вы не подписаны, очень просто, надо в YouTube зайти, набрать «Эвка» и попадете в YouTube-канал «Эвка». Два университета привлекли. Один университет нам выдал своих сотрудников, и они вошли вообще в число. Это Томск, им огромное спасибо. Они в обеденный перерыв собирались, встречались и разговаривали о здоровье. Взрослые люди. Там у нас была молодая девушка-нутрициолог, она еще только осваивает профессию, очень боялась. Она сама читала лекцию, они не смотрели лекцию онлайн в обеденный перерыв. И когда я ей позвонил после первой лекции, больше всего она боялась, что ее никто не будет слушать, и тема будет неинтересная, и все разойдутся и так далее. И когда я ей позвонил после первой лекции, она мне кричала в трубку, она говорит, «Дима, оказывается, им это важно?» И они задавали столько вопросов. И это классно. То есть очень много неожиданного результата в рамках общественной лаборатории, что людям действительно интересно говорить о здоровье, важно и так далее. 50 компаний из пищевой индустрии или рядом присоединились как-то к проекту, прислали нам заявки, что нам хочется что-то с вами сделать. Мы, честно говоря, не придумали занятий для всех, для тех компаний, у которых была своя аудитория в каналах и так далее, в медиа. Эти ребята участвовали, рассказывали своим подписчикам про то, что они вместе с нами занимаются таким проектом. Они стали нашими информационными партнерами. Записали с Сергеем 7 подкастов. То есть мы всеми возможными способами решили, то есть все, что мы можем делать, какую информационную продукцию, мы вот ту продукцию и создавали. С нами в проекте участвовало 120, как я уже говорил, нутрициологов и хелс-коучей, более 30 человек команда двух наших компаний. Сообщество, которое мы собрали, не знаю, видно здесь, можно в него попасть и пополнить. Сейчас это больше 4 тысяч человек. Суммарно я оценил наши материалы, посмотрело больше 120 тысяч человек. Ну, понятно, что это более-менее одни и те же люди. Я думаю, что охват до 10 тысяч встретились с нашим проектом за эти 6 месяцев. Ну, вот как пример нашего партнерства с клубами мышления, мы с ними стали развивать такую тему, а что такое здоровый образ мысли, что входит в этот здоровый образ мысли, что для здоровой жизни нужен здоровый образ мысли и так далее. Или как мы можем с ними, как мы можем замотивировать производителя продукции выносить какую-то полезную информацию на этикетку. Сотрудники, участники клубов мышления думали над нашими задачами в соревновательной манере. Да, это вот как часть такой общественной работы, которую каждый из нас выполнял. Перейдем к результатам. Ну, это самое интересное. Зарегистрировалось у нас 660 человек. Это большое число. Мы им не платили, они нам не платили. То есть бесплатная история. 350 сходило и сдало первый анализ. Ввело их в чат-бот. Это тоже очень много. То есть мы часть работы по профилактированию заболеваний выполнили. Людям рассказали, что нужно сдавать. Такой-то набор анализов уже полезно. И так-то их можно интерпретировать. Брали совершенно стандартные уровни отсечки по основным показателям. Холестерин, триглицериды. Были еще дополнительные показатели, которые нам нужны для публикации. Ну, вот здесь, как пример, распределение между женщинами и мужчинами. 85% женщин. Кстати, это совершенно стандартная история для аудитории каналов и сообщений про здоровье. Я тоже вижу, что ушли в основном мужчины к концу нашего сегодняшнего дня. То есть тема такая женская сама по себе, судя по статистике. Какие результаты? Мы в основном приглашали людей за 30, то есть 30 и старше, но были и более молодые люди. 30% людей имели погранично высокий холестерин, то есть это та самая зона риска, с которой и должен работать такой информационный проект. 28% имели очень высокий холестерин. Ну, с такими людьми можно работать, но чаще это уже тот случай, когда стоило бы сходить к врачу. Интересно, что когда мы всех наших участников стали смотреть, а как уровень холестерина зависит от возраста, это не мы открыли, это известная история, что с возрастом холестерин повышается. Вот эта вот безопасная граница, где-то она пересекается, эта граница в районе 35 лет в среднем. Это опасная граница, опасная граница где-то в нашем населении, в населении нашего исследования, в районе 55 лет пересекается. То есть, вот тот самый возраст превенции, когда нужно заниматься таким дополнительным образованием, когда очень хорошо может сработать, примерно 35-55 лет получаем. Ну, вот пример другого маркера, низкого холестерина, он действительно не у всех так высоко проявлен, там немного у женщин, мужчин у нас даже не хватает для статистики. Все эти люди пошли в проект, слушали лекции. И вот интересно, что Сергей тоже недавно считал эти цифры, говорю, присылаю результат, говорю, представляешь, второй анализ сдало всего 25% человек. То есть, всего четверть тех, кто зашел, сдали анализы в конце. Я говорю, посмотри, прям даже цифра один в один сходится вот с этими 25%, которые выявил Росстат. То есть, что да, на драйве мы можем человека заразить, он даже пойдет и потратит, что там, 2-4 тысячи на какие-то анализы, но реально делать что-то в течение 12 месяцев, ну, это много, а потом еще раз сходить и сдать перед майскими праздниками анализы, ну, как бы нужно быть очень убежденным, что важно заботиться о здоровье. В общем, похожие цифры, я посетовал так, а потом стал откручивать в голове, что на самом деле у нас ведь не 25% участников сдали второй анализ, а у нас сдали половину тех, у кого были проблемы. Те люди, понятно, у кого были хорошие анализы в самом начале, ну, что их пересдавать? Я как бы их вообще отставил в сторону и подумал, что, наверное, мы, есть у нас какой-то элемент эффективности, да, если у нас было, у половины всех людей были проблемы с анализом, и 12 недель с нами прожила, собственно, половина из этой половины, это хороший результат. Есть люди, у которых анализы улучшились. Вот они, и это 77% наших участников, это достаточно хороший результат, получили улучшение по холестерину. Общий холестерин снизился на 5%. Плохой холестерин, да, то, что называется ЛПНП, снизился на 20%. Это действительно известные результаты изменения питания и образа жизни. Есть люди, у которых результаты ухудшаются. Тоже интересная история. Мы понимаем, что есть определенная генетика, называется семейная гиперхолестеринемия, которая не изменится в результате изменения питания и образа жизни. И в наше исследование похоже на то, что мы привлекли именно этих людей, и они попали, будем проверять. И вторая история тоже интересная, о которой я нашел, что ученые пишут, что когда у человека начинаются изменения в образе жизни, в том числе он худеет, есть более повышенный метаболизм собственного жира, и в этот момент, возможно, этот человек находится еще в некотором переходном состоянии, то есть уже здоровье начало улучшаться, но пока холестерин высокий, просто из-за того, что меняется метаболизм. Ну вот с этими результатами мы работаем. Интересно тоже, мы решили посмотреть, а вот эти вот люди, у которых улучшение происходит, и зависит ли вообще это улучшение от возраста. И мы вернулись на ту же самую картинку, и видим, что действительно наибольшее улучшение происходит в том самом возрасте, про который мы говорили, где и важно этим заниматься, заниматься превенцией от 35 до 55 лет. Чем выше возраст, тем больше вероятность того, что улучшение у нас не произойдет за счет информационного воздействия. То есть люди не безнадежны, есть добавки дальше, следующий уровень, следующий уровень, есть медицинские препараты, со всем этим можно работать. Информационное превентивное воздействие, как одно из открытий, оно для проблемы, которые мы выбраны, вы выбрали действительно лучше применять, как воздействие вот в этом возрасте 35-55 лет. С чем это можно сравнить? Я очень много работаю с пищевой индустрией, прям наизусть знаю вот эти проценты для разных препаратов по снижению холестерина. Безопасная пищевая добавка по стандартным European Food Safety Association была проверена, там 19 метаисследований собрано для того, чтобы подтвердить, что овсяный бета-глюкан снижает общий холестерин и снижает плохой холестерин примерно с теми же самыми цифрами. То есть мы действительно как методика сравнимы с биодобавкой, тоже интересный результат. Более того, я думаю, что если использовать биодобавку вместе с информационным воздействием, то немножко может быть кумулятивный результат, потому что и то работает, и то. Ну и то есть добавка будет работать через систему пищеварения, а изменение образа жизни будет добавлять эффективности к этой методике. Можно ли эти цифры... Вот дальше интересно. Можно ли те цифры, которые мы получили по холестерину, перевести в годы жизни? Вообще сложно. Я взял какую-то простую математику. Простая математика, научные публикации по статистике говорят, что если люди начинают делать что-то по поводу своего холестерина с образом жизни и продолжают до конца жизни, то у них жизнь продляется на 3-12 месяцев. В общем, я примерно и взял эти цифры. Значит, для 64-х человек, у которых произошли улучшения, это от 16 до 64 лет жизни. Примерно, да, взяв ВВП на душ населения, я понимаю, что мы с Сергеем и командой заработали, похоже, от 10 до 40 миллионов рублей в смысле ВВП. Я подумал, ну ладно, 64 человека, как бы немасштабная история. Попробуем увеличить. Тысячи человек – это 640 миллионов, примерно 2,5 триллиона рублей. Хорошая цифра. Если возьмем на 100 тысяч человек, следующая цифра, то мы получим те самые триллионы, о которых мы говорили в начале, стоимость инсульта и так далее. То есть нам достаточно оказывать информационное воздействие по поводу здоровья на 100 тысяч человек для того, чтобы вот это бремя заболеваний, бремя финансов, которые ложатся на нас по поводу этой конкретной проблемы по здоровью, чтобы мы это бремя отыгрывали, чтобы цифры хотя бы были сравнимы. Много-немного, 100 тысяч человек. Мне кажется, что немного, потому что нам всего лишь нужно, чтобы был эффект от такого рода интервенций, нам нужно нашу аудиторию, которая уже сейчас появилась, всего лишь увеличить в тысячу раз. Я захожу на какой-то стандартный подкаст Сергея Иванова, Дмитрия Алексеев, смотрю на цифры, вот сейчас аудитория 3000 человек. Вполне реально эту аудиторию увеличить в тысячу раз. Такие информационные каналы есть. И как бы это работает. Это одно, что я понял. А второе, что я понял, что действительно то, что происходит сейчас в стране, то есть есть информационные каналы про здоровье, которые влияют на сотни тысяч людей, изменяют их образ жизни и поведение. И похоже, что невидимо для нас уже создается экономический эффект с точки зрения продаления продолжительности жизни. Ну, похоже, там тоже это работает. Просто нужно прийти, померить честно, какие могли бы быть ориентиры по цифрам. Что можно сделать сегодня? На нашем сайте будущее здоровье.рф как слышится, так и пишется. Точка.рф с большой буквы, естественно. Есть раздел, который называется «Станьте партнером проекта». Каким бы вы ни были представителем, частником, государственником, компанией и так далее, можно стать нашим партнером, отправить заявку. Мы будем про вас знать. И в планировании наших следующих действий обязательно пригласим и поговорим. Что нам хочется сделать с помощью такого партнерства? Это увеличить аудиторию за счет вашей аудитории. Например, если вы компания, вы можете свое какое-то сообщество вокруг вас или свое корпоративное сообщество к нам привезти. Второе, что вы можете сделать, если вы компания и у вас есть сотрудники, и вам нравятся цифры по снижению холестерина, продлению жизни, вы можете позвать нас, и мы придем. У нас 120 специалистов, которые уже один раз это сделали по всей России, где бы не был ваш офис. Мы с удовольствием придем, прочитаем лекции. У нас есть весь методический материал. Это весело, здорово и так далее. Вам нужно место просто для проведения этих лекций, там флипчарт и так далее, и так далее. Это нам интересно. Ну и, конечно, стать информационным, академическим или финансовым партнером программы или сообщества, если у вас есть идеи, если у вас есть какие-то методологии, тем более, если у вас есть деньги, вообще приходите, здесь партнерство интересно. Также хочется рассказать про то, что мы не успели сделать. Мы собрали с компанией какие-то интересы, то есть, что вам интересно было бы сделать в рамках пищевого хакатона, какие у вас есть задзадачи и так далее, и так далее. Собрали, но хакатон по техническим причинам не успели провести. Так что, если вы академическая площадка и готовы к таким экспериментам в рамках стремления к будущему, вообще приходите ко мне. Я здесь в зале, пишите на сайте в Телеграм, по партнерству и так далее. Не успели провести круглый стол по маркировке продуктов для здоровья сердца и сосудов. Тоже есть у нас производители, мы хотим с ними общаться, разговаривать, а что мы могли бы выносить на упаковку, чтобы людям доносить лучше информацию. Интересно, что мировой опыт по такой маркировке дает результат. Он, конечно, мизерный, конечно, маленький, но результат дает. Ну и опять же, про академию, информацию и финансы. Очень много в нашем проекте мы говорили про какие-то простые лайфхаки и зацепились вдруг с Сергеем про нейрофизиологию благодарности. Оказывается, что мозг так работает, что когда мы с вами испытываем благодарность, то мы и сами оздоравливаемся. Такой же эффект у благодарности, как у любви. Мозг там зажигается и так далее, снижается стресс. И, в общем, все такое. Так что я закончить хочу этот доклад очень простой практикой. Вы можете использовать свои ладоши. Я от сердца прямо просто скажу слова благодарности с автором этого проекта Ольги Апреликовой и Сергеем Ивановым, всей команде ЭВКО, команде Университета образовательной медицины, нашим нутрициологам по всей стране. Я вижу, кто-то из них есть в зале. Спасибо, что зашли. Ну и более 4 тысяч участников и 50 компаний. Вот этой благодарностью хочу закончить свой доклад. Спасибо. Мы таким вот удивительным образом подошли к пяти часам. Мы пристреливались, чтобы за 17.00 не уйти. И вот как-то внутри вышли на эту точку. Спасибо большое, Дима. Это ведь получилось. Наша основная гипотеза работает. Наша? Слово. То есть идея была, мы же не можем каждому приставить контролера к холодильнику и залезть в холодильник или ложку в тарелку что-то мешать. Мы только можем воздействовать информационно. И получается информационное воздействие, оно тоже работает. Конечно, не только оно. Но, конечно, социальное вовлечение, вот эта плотность коммуникации, комьюнити, это все вместе. Я бы, знаешь, как сформулировал? Абсолютно точно в этом пространстве есть огромная площадь для работы. Вот не по... Все, про поля теперь и про пастбище думаю после той лекции. Непаханное поле того, что можно сделать в этой информационной области. У нас, конечно, в стране есть условный Роспотребнадзор. Со своими просветительскими проектами. Но поскольку никто из вас не видел ни одного проекта Роспотребнадзора, давайте об этом и говорить не будем. То есть частная инициатива, инициатива сообщества по вовлечению в здоровье, похоже, что имеет смысл дальше развивать, продолжать и делать в виде проектов. Абсолютно точно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова